Вечер жители села Рыкапи выходят на патрулирование. В ночное время белые медведи заходят в село в поисках пищи. Сейчас они откапывают и поедают души замёрзших моржей. На ночной обед может прийти целая стая. И нет никаких гарантий, что голодные медведи не пойдут в дома. Задача волонтёров – отогнать хищников и убрать медвежью еду с территории посёлка. Иначе к утру косолапых будет ещё больше. Сейчас мы выполняем работу по вытаскиванию мёрзшего моржа из песка и льда. Медведи ходят сюда. Вот мы видим, что здесь школа у нас, интернат, дома. Худые и голодные, взрослые и молодые звери. Самки с медвежатами разного возраста сейчас собрались в окрестностях села Рыркайпи. По подсчётам специалистов всего около 60 особей. Опасное соседство объясняется несколькими причинами, главное из которых – аномальное тепло. В районе мыса Кожевникова установилась необычайно тёплая погода для начала декабря. К тому же сильные ветра разгоняют ещё неокрепшие льды. Когда лёд крепкий, белые медведи уходят далеко в море и охотятся на тюленя, нерпу или морского зайца. В ледяной воде они самые лучшие охотники. Но сейчас, когда уйти из посёлка они не могут, вынуждены отыскивать осенние запасы, которых здесь в избытке. В конце лета на мысе Кожевниково образуется огромное лежбище тихоокеанских моржей. Порой их количество достигает десятков тысяч. Мимо такого обилия пищи равнодушно пройти хищники не могут. Ну вот вы видите, сзади меня находятся уже погибшие моржи. Мольшие моржи. Их по побережью пизде уже разбросало. В течение лета, когда я там был, там тоже 27 медведей собиралось. Но они просто вели себя по-другому. Они были рассеяны и вот так вот не наводили страха на людей. Когда вот сейчас пришли голодные и все кучи, как поросята около корыта, собрались около этих моржей. И, конечно, кажется, что просто ужас какой-то. Сейчас в поисках пропитания медведи все ближе и ближе подбираются к людям. На своей снегоходной технике жители охраняют поселок. Здесь отменены все общественные мероприятия. Вечернее время самое опасное. К ночи улицы пустеют. Поселок находится в непосредственной близости от моря. Поэтому встречи с медведем здесь частые. Народ не ходит по улицам сейчас. Ходят медведи. Они хоть и ходят по берегу, по периметру поселка. Но не дай бог. Помочь жителям села Рыркайпи пообещали пограничники. В ближайшее время будут закуплены патроны и отпугивающие средства. По прогнозам синоптиков, прочный лед установится в этом районе не раньше, чем через две недели. И только тогда медведи смогут уйти.